Работы было много, мы работали прямо, вот вы знаете, как маленький проектный институт. Всего было 19 человек. Я здесь получила очень большой опыт проектирования, потому что кроме зданий мы же и сети делали, и электрику, и теплосети, и водоснабжение, и канализацию, чего только у нас не было. Практически на каждой станции края есть здания и сооружения, в строительстве и реконструкции которых принимала участие ветеран РЖД Ирина Скоринова. Тем самым мини-проектным институтом она руководила 16 лет. Уже давно на пенсии, но в родном музее бывает регулярно. Может рассказать о каждом экспонате и каждой фотографии. Держит личную связь с ветеранами. Говорит, на их предприятии об ушедших на пенсию никогда не забывают. Мы стараемся дойти до каждого ветерана. У нас же их очень много. Вот у меня на учете стоит около 11 тысяч ветеранов. Они проживают во всем, на всей территории Алтайского края. Я считаю и выражаю большую благодарность нашему РЖД, что ветераны РЖД не остаются брошенные, как в наше время многие другие. К слову, здесь помнят не только о ветеранах, но и о тех, кто сейчас трудится на предприятии. Кроме фото Ирины Скореновой, на выставке у театра драмы более 30 фотографий. Мастеров и бригадиров пути, экологов, врачей и других заслуженных работников. Историю о каждом герое выставки можно прочитать, перейдя по QR-коду на страницы газеты «Аргументы и факты Алтай». Вторая часть экспозиции – тоже совместный проект РЖД с газетой «Комсомольская правда». Эшелон победы они провели еще к 9 мая. Мы провели фотореконструкцию с горожанами, с желающими горожанами, кто хотел окунуться в прошлое и почувствовать себя на своем личном опыте, как уходить на фронт и так далее. Вот это все мы перенесли на пленку и сейчас мы тоже создали фото-выставку «Шелон победы», где можно посмотреть вот эти фотографии. Выставка у Театра драмы будет работать до 10 января, так что прогулки по новогоднему центру Барнаула можно совместить и с посещением этой экспозиции. А между тем у организаторов выставки зреют новые совместные планы, ведь замечательных и заслуженных людей на предприятии еще много. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.